Что мы можем предложить другому миру? А мы можем предложить другому миру только альтернативу вот этому звероподобному вот этому общественному строю под названием капитализм-империализм. Значит вернуться к советскому проекту и реализовывать его уже с учетом вот нашего исторического опыта, исторического опыта тех стран, где этот советский проект реализовывался в 40-е 80-е годы, понимаете? Значит отринуть вот как бы крайности реализации советского проекта, но сам по себе ведь советский проект, он и с точки зрения социальных отношений, с точки зрения человеческих отношений, национальных отношений, межнациональных отношений, с точки зрения экономики и так далее и так далее, он ведь показал свое превосходство в чистом виде. Когда нам рассказывают о том, что советский союз был неконкурентно способен западной экономике, да нас угробили именно потому, что советский союз и страны соцлагеря были конкурентно способны. Мы же были второй державой в мире по промышленному потенциалу и потенциально, потенциально, значит ближайшие 15-20 лет должны были превзойти ведущую страну буржуазного мира Соединенные Штаты Америки. Вот что их испугало, поэтому они лихорадочно искали все эти годы такого как Горбачев, тот который поверит в их сказки, в их бредни, в их общечеловеческие ценности и т.д. и т.п. и сдаст по сути дела страну на милость победителя, что и произошло. Поэтому я думаю, что будущее у страны будет только в том случае, если они осознают именно вот эту историческую развилку. Я не коммунист, по своим взглядам, никогда ни в какой партии не состоял. Я лишь как историк оцениваю вот, что называется, факты. Но факты оцениваю не как позитивист, а как диалектик. И я понимаю, что советский проект это та система общественных отношений, тот общественный строй, который на сегодняшний момент показал свою наибольшую эффективность. Потому что этот проект дарит людям свободу от рабства, от порабощения, свободу, свободного труда, значит право на отдых, право на жизнь, значит право на мирное существование на всей планете. Они провоцируют постоянно военный психоз и угрозу новой мировой войны.